Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мне пришло предложение на рекрутирующий блог, то есть ссылка, где, собственно, предложение бизнес-силка с компанией Replay. Но, как понимаете, как человек, наверное, любой, если где есть вложение, значит что? Развод, правильно? И там было, все мне понравилось, все описание, как все устроено, все прекрасно, замечательно, и в конце была такая строчка, что франшиза 149 рублей. Ну, то есть регистрационная плата. Говорю, она, все, это развод, не пойду туда. Начал искать дальше, опять пришло предложение, а в августе прошлого года, наверное, кто если помнит, была рекрутинговая акция, когда нужно было сделать заказ на 600 рублей по ценам каталога в течение суток, и, соответственно, регистрационная плата не платилась. И как раз попал на блог своего спонсора непосредственно, и сделал, сэкономил я, скажем так, заказал туалетную воду больше, которую мне как-то дарили, я просто запомнил, хотел как-то уже сам зарегистрироваться и уже приобрести эту воду. А так как у нас нету сервисного пункта обслуживания, заказ с почтой, то есть заплатили заставку 400 рублей, вода стала 640. На темноту сам я и сэкономил, если заплатил 149 рублей. Но это был такой первый заказ, и, собственно, с этого момента началось мое существование в проекте. Да, я в структуре Алены Ивана Родионовых, кто знает, это ребята с Бернаула, которые, собственно, проект продвижения уже перевели в онлайн-режим, а так этот проект существует уже более 10 лет. И так как моя основная работа на тот момент тоже была связана с компьютером, соответственно, после работы приходя, опять компьютер. То есть у меня, получается, круглосуточный был компьютер. Ну и, конечно, результаты первые были 3,6%, но первые полгода были не очень, потому что люди приходили и уходили. Потому что новички, как правило, приходя в онлайн-проект, они хотят сразу что-то заработать, то есть получить сразу деньги. И не смотрят на будущее, то есть не смотрят на какое-то развитие, саморазвитие. И поэтому вот таких людей нужно как-то мотивировать и удержать. Но я думаю, что человек без самой мотивации, в первую очередь, сложно ему удержаться в этом проекте. Поэтому для себя я отмечаю, что первые полгода в проекте и вообще развитие бизнеса я отмечаю как испытательный срок. Как на работу к нам приходим, да, у нас какой-то дают нам испытательный срок. Потому что в это время несколько раз хотелось это бросить. Но, как я и новичкам с вами говорю, простой вопрос нужно задать себе. Что может измениться, допустим, через год, если в пульте, ну, не важно, рефлей, не рефлей, но что-то делать, да, что-то развиваться, искать какие-то возможности. Что может измениться. А что изменить, если ничего не делать, а оставить что-то есть. И, собственно, вот эта мысль, она мне как-то исполнила в дальнейшем действии. И уже восемью, все собрал, весной, вышел на 9% в первый раз, и, следом, упал на 6%, потому что у меня те люди, которые были у меня в структуре, в принципе, они были серьезно на территории построенной, и они изредно заказывали продукцию. И в марте и апреле месяце все люди, которые у меня пришли зимой, то есть все, у кого с интернетом проблемы, как они говорят, но я думаю, не с интернетом, скорее всего, с серым веществом не нашли, проблемы у них были, то есть они у меня все рассыпались. А кто знаком с онлайн, вообще, направлением, наверное, знает, что, приходя в онлайн-проект, спонсор помогает новичку встраивать структуру, то есть регистрирует под него людей. И получилось так, что та ветка, которая у меня, так называли, спонсорская, начала активно развиваться, поскольку там появились очень активные партнеры. И когда я вышел на 12%, не имея отрыва от нижестоящих веток, то есть у меня был отрыв всего 200 баллов, Собственно, какие мысли? Ну, да, да, на 100% классно. А что дальше? Да нет отрыва, нет дохода, нет какого-то развития. Опять-таки опустили мысли. Ну, делаешь-делаешь, ничего не получается. Благо, у меня в июне я взял отпуск, и у меня вот этот сам факт, что, ну, нет развития, наверное, как-то, можно сказать, переключил, вообще, пересмотрел все взгляды на работу, на работу со своими новичками и так далее, и так далее. Не знаю, откуда я повезла какая-то система, какие-то таблички начал вести. Те люди, которые приходили, я изначально ставил клан и говорил, что нужно делать то-то, то-то, то-то. И с этого момента уже пошел рост, то есть мы с моим нижестоящим партнером, да, мы с ним вот все лето играем догонялку, то есть я убегаю на уровень, она меня догоняет. И как раз получился, так, десятый каталог 22, я забыл в каком каталоге вышел. Да, десятый каталог вышел на 22%, то есть у меня уже стояла задача как минимум подтвердить с отрывом, да, чтобы я потом уже понимал, что вот эту вот премию по турборосту надо получать, для кого и, собственно, придумали. Ну, тогда я прощипал, что как раз я на 9% вышел в третьем каталоге. То есть у меня выходило, как раз десятый каталог был последний, начиная с полторы тысячи, да, за 9%. Ну, несмотря на то, что один сетколог выдался, он немножко сложноватый, может, такие страшные цифры для кого-то, да, по структуре было минус 1000 баллов, но все равно будет удалось подтвердить, и, собственно, вот эти все премии я собрал. И в конце июля я принял решение все-таки уже полностью в свое время посвятить развитию бизнеса. То есть я уволюсь с работы, поскольку я был на муниципальной службе, и мне... Спасибо. И, конечно, не нельзя было, да, заниматься индивидуальным предпринимательством. Вот, поэтому я принял решение уволиться с работы, то есть весь август мне заняло оформление, собственно, документов, которые на сегодняшний день пришли в компанию. Вот, и поэтому в следующей патологии жду первую, первый свой доход. Ну, на данный момент, когда я тут более 50 тысяч. А 5 тысячи, что? 50 тысяч. 54 сейчас там. Вот, поэтому... Вот такая моя история. Хочу сказать напоследок, отлично вот это мероприятие, которое сейчас это первое, уже в качестве партнера компании, поэтому очень приятно. Всех видит, да, всех видит Саратовской области. И хочу сказать, мероприятие это хорошо, но у нас в третьем деле каталога. Поэтому... ... ...